Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Александра Высоцкого «Малый бизнес. Большая игра. 10 основных фактов. Подписка, пожалуйста, незамедлительно. И какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем». Факт номер один. Откуда в компании берется хаос? Компания, не использующая в своей деятельности продуманные эффективные инструменты управления, ждет организационный хаос. Без понимания этого факта невозможно вывести ее на новый уровень развития. Что значит управлять компанией? Вместе с первыми сотрудниками эффективный руководитель должен сосредоточиться на разделении областей ответственности, планировании работы, контроле исполнения. Самореализация – важный компонент успеха. Занятие делом, которое кажется лишним, ненужным, воспринимается как принуждение. Нет даже речи о том, чтобы работа приносила радость. Соответственно, нечего ждать от такого сотрудника высокой производительности. История показывает, что самой низкой производительностью всегда отличался принудительный труд рабов и заключенных. Некомпетентность как источник проблем. Некомпетентный человек не в состоянии разобраться, где источник преследующих его проблем. Это непонимание заставляет его придумывать какие-то причины и концентрироваться на них. Однако проблема так и остается нерешенной. Пятый факт. Истинные причины поражения осознаешь не сразу. Собственный первый опыт автора в разрыве отношений с партнерами заставил его сделать для себя два вывода. Необходимо сосредотачивать всю власть в одних руках. Компании управлять лучше, когда нет совладельцев. Как оказалось впоследствии, верным был только первый вывод. Шестой факт. Администрирование – это не бюрократия. Нередко попытки руководителя организовать систему планирования, внедрить регулярную отчетность вызывают у сотрудников чувство отторжения подобного новшества, потому что на первый взгляд кажется, что это не имеет смысла, а просто происходит посягательство на их свободу. Этапы развития компании. Определение этапа, в котором находится компания с точки зрения администрирования, дает возможность осознать реальные причины стоящих перед менеджментом барьеров, спрогнозировать будущее развитие событий. Автор выделяет 10 основных этапов, описание которых вы найдете в кратком содержании по ссылке в описании. Восьмой факт. Жизненная необходимость осуществления коренных изменений. Простое повышение эффективности работы быстро себя исчерпывает. Дальнейший рост успешной компании обеспечивают только принципиально новые производственные технологии, новый подход к продвижению товаров, услуг, поиск новых рынков сбыта. Какова цель бизнеса? Деньги, прибыль – это ограниченная точка зрения. Деньги – это только топливо для бизнеса, энергия которого направлена на реализацию новых идей. Прибыль – это возможность ускорить внедрение чего-то нового. Главная цель бизнеса – в пользе, которую он приносит. Заключительный факт. Бизнес должен иметь замысел. Замысел определяет путь, проходимый компанией для достижения основной цели, обеспечивает ее реализацию. Когда каждый член команды знает его, появляется понимание, что и как нужно делать для движения в нужном направлении. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, незамедлительно подписываемся на колокольчик, оставляем комментарий, заказываем новые обзоры и читаем книгу Александра Высоцкого «Малый бизнес. Большая игра» вместе с «Читай быстро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...